Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео распаковочки посылок с Азон. Идите ко мне. Вот они, три посылочки. Вообще их должно было быть четыре. Четвертая огромная просто посылка. Я не распаковывала, все запечатано, поэтому эмоции будут настоящие, реальные. Именно первые впечатления, то, что я так сильно люблю. Я решила, вообще я помню, что как-то я хотела книгу себе, заказала ее на Азон в магазине. Там вот в торговом центре она стоила полторы тысячи и чуть больше даже. А на Азоне я ее там еще за бонус спасибо заказала, она мне вышла там 200 рублей. Я подумала, как выгодно на Азоне покупать что-то. И решила заказать себе, просто полазить по этому магазину и заказать себе всякого всего. В общем, пришли в 4 подхода вообще, сейчас 3 посылки раскрою, но в 4 подхода пришли ко мне. К сожалению, я заказала сиропов очень много, дешевых сиропов, девочки, там по 200, там 20 рублей, по 300 рублей. И не те, которые я в метро покупала, там выбора больше нет, там только бар сироп, вот эта фирма. А другие фирмы, которые мне рекомендовали, большой выбор разных вкусов, всякие орехи, карамели, там ванили, там баблгам, жвачки для кофе. Ну, очень круто. И, к сожалению, видимо, ну, я отправку все сделала почтой, потому что мне на почту удобно, как бы, чтобы в пункт выдачи мне, да, прислали. Но так как было в стекле и было много, в общем, произошел казус и пришла посылка битая. Она пришла уже на почту битая, уже сак там о том, что она бракованная. И я ее просто отказалась от получения, и она пошла обратно к ним. Я позвонила в этот момент на Озон и говорю, что в этом случае делать. Она говорит, ну, вы просто отказываетесь, да, что там брак, составляют акт, ну, он уже был составлен. Нам отправляют, и в течение там двух-трех дней вам денежки капают обратно на счет. Я думаю, что нужно будет просто сделать еще раз заказ и доставку, наверное, сделать лучше курьером. Прям что-то такое, в общем, будем думать. Но, на самом деле, я заказала не менее интересные покупочки. Кое-что хочу с вами протестить. Одна из них очень долгожданная покупка. Давайте скорее открывать. Да, это наушники беспроводные AR-10. Короче говоря, давно я покупала на Алиэкспресс наушники за 250 рублей. Начала звонить любимому беспроводные. Он говорит, боже, выкинь эти наушники, микрофон у них ужасный. В них можно слушать музыку, многие покупали. И там, ну, кто покупал, говорили мне, что классные, все нравится. Но микрофон у них ужасный. Я зашла недавно в магазин. И мне предложили, я говорю, у вас есть беспроводные наушники? Просто в магазин какой-то там все для техники. Да, есть. В общем, предложили мне вот такие вот наушники интересные. Он их достал. Они реально... Знаете еще что? С Алиэкспресс, когда я заказывала, они были крупные. То есть вот они, наушники у меня. Сейчас я вам покажу. Наушники! Блин, а где они? А где же мои наушники? Лежат перед носом, я их и не вижу. Вот, это оригинальные наушники от айфона, которые еще были проводные. И мне очень нравится, как они сидят. То есть они очень плотно, во-первых, сидят. Очень хорошо все слышно. И у меня есть много разных наушников. Но использую я в основном только эти. Естественно, я хотела такого же размера, только беспроводные. А когда я заказала на Алиэкспресс, они были большие и вываливались. Еще на них была какая-то кнопка громоздкая такая. А эти какие-то другие. Они запечатаны здесь в пленку, как видите. Сейчас мы ее снимем. Короче, к чему я? Что мальчик этот показал мне наушники эти. Они реально были очень маленькие, очень классно сидели. Он говорит, что они очень хорошие, там супер-пупер. Сколько стоят? 4 тысячи. Я такая думаю, нет, надо поискать в интернете. Вот эти вот до 2 тысяч стоят. Там были еще такие же Ай-10 Айр. Они стоили там 2. Ну, короче, они со скидкой уже были, да? То есть они стоили там 2 500 за 1700, по-моему, я заказала, да? Потом там были 2 500, там 2 они продавались или 1900, что-то такое. Но я посмотрела обзоры на Ютубе, есть такие же Ай-10, Ай-12 и многие другие. И типа Ай-10, вот эта модель, которая была, она самая приближенная к оригиналу. И их можно использовать, в общем-то, не только для Айфона, но и для Андроид. У меня Андроид и вот прям вообще кайф. Кайф чего-нибудь подешевле, потому что я даже не знаю, почему я не оригиналы взяла, да? Да, оригиналы там стоят, я не знаю, 12-15 тысяч. Почему не оригиналы? Потому что у меня, во-первых, не айфон. Если бы у меня был крутой айфон, может быть, я купила бы оригиналы себе. Это раз. Второй момент. Я никогда не пользовалась беспроводными наушниками. Я вообще даже не знаю, нужны они мне или нет. Вот для того, чтобы даже перед тем, как купить оригиналы, просто проверить, нужны они или нет. Будешь ты ими пользоваться? Может, они будут валяться? И ты просто потратила 15 тысяч. Вот у меня подружка, она пользуется такими наушниками оригинальными. И она без них не может. Здесь на магнитике открывашка-закрывашка достаем, достаем. Так, залазит удобно, но я смотрю, что они все равно чуть-чуть побольше оригинала. Так, сама головка, она, ну, почти такая же, она чуть-чуть меньше. А вот это вот основание, оно, видите, оно толще, основание именно. И по длине они чуть-чуть выше. Ну, то есть, видите, да? Но по сравнению с теми, которые тогда мне приходили, эти меньше. Слушайте, ну, клево держится. Здесь база самозаряжающаяся какая-то. Вот такой вот шнур. Зарядка. В общем, что я хочу сейчас? Надо затестить. Вот что я хочу. Где мой телефон? Да что такое? Чего я все теряю? Я не понимаю. Мигает что-то. Видите? Мука мигает. Она мне говорит, хавер что-то. Хавер. Хавер ам. Так, сопряжение делаю. Connected, говорит. Я так хочу, чтобы они клево работали. В общем, я их буду пока тестить еще. Надеюсь, что все будет хорошо. Ссылочки все на товары я оставлю под видео. Еще хотела сказать, почему я заказала именно такие наушники. Потому что вообще есть оригиналы, продаются всего лишь за 700... За 700? За 7000 для моих Huawei. За 7000, да, оригиналы продаются. Но они в вакууме. Знаете, то есть это не такие вот, а в вакууме. А мне не очень нравится по ощущению, когда в вакууме. Мне нравятся именно вот такие вот наушники. Поэтому я их и буду. Так, поехали дальше. Распаковочка. Следующую посылочку распаковываем. Так, что у нас здесь? Тоже бумага здесь входит. Так, заказала. Смотрите. Что это такое? Маска какая-то? Маска с лошадью. Косметическая маска для лица. Force Oil. А что это я решила? Машку с лошадью заказать. Очистите кожу. А, ну это я, наверное, просто решила маску заказать. Вот она, маска с лошадью. Made in Korea. Корейская маска с лошадью. А, маска пропитана специальной высокоактивной сывороткой лошадиного масла. Во. Ну, может быть, я на новом канале своем, на втором, затестю ее отдельно и прям посмотрим, что к чему. В общем, такую масочку заказала. Стоит она, сколько она стоит, я не знаю. Цены вот здесь напишу, девочки, все, потому что не помню. Вот долгожданная посылка, которую я очень ждала. Это мой любимый спрей для волос. Самый лучший в мире. У них новая упаковка. А где крышка? Без крышки идет, что ли? Очень странно. Те, кто меня давно смотрит, вспоминайте, я очень хвалила Dove спрей для волос. Он для меня самый лучший. У меня даже где-то вот так вот осталось. Я его бросила в спортивную сумку и вот ходила с ним заниматься. Но его там чуть-чуть уже осталось. И другие спреи, которые я пробовала, все не то. Волосы не так расчесываются, не так пахнут. Не тот эффект на волосах или вообще нет эффекта. Стоит все за облачных денег, а на самом деле эффекта ноль. И мне девочки уже давно говорили, на зоне есть вот там спрей-дап. Но он был в другой упаковке. А эта упаковка какая-то новая. Я не знаю, не изменился ли запах? Давайте попробуем. Ну, вроде тот же. Запах классный. Он такой свежий. Я не знаю, запах очень крутой. Так, здесь такая вот. Оторвали. Теперь. Так, распыление нормальное. Тот другой был. Не было вот такой вот штучки. Была просто без нее. Это какая-то дополнительная насадка. Но запах тот же классный. Мне нравится. Что он делает? Он хорошо расчесывает. Он питает волосы. Спрей-объем для волос, да. Содержит ультра-легкие питающие компоненты, которые мгновенно проникают в структуру волоса, помогая восполнять влагу внутри нее, одновременно придавая до 95% дополнительного объема от корней до кончиков. Спрей для прикорневого объема, да, флёкость кислорода действует именно там, где волосы быстро теряют свой объем у корней. Он приподнимает волосы, придавая им дополнительный объем и форму. Я не поняла, я что купила для корней, что ли? Нет, здесь, короче, от корней до кончиков и не смывая все это дело. Третья посылочка. Открываем. Вообще, я очень люблю распаковывать вот этот момент сам распаковки. Но, с другой стороны, я люблю, когда все легко распаковывается и быстро, потому что я нетерпеливая. Когда очень хорошо запаковано, все меня это бесит. Следующая. Косметинечка. Косметинечка. О, пакет. Today. Я была в метро, заказала кофе Today и думала, что оно мне не понравится. Но, как бы, я его взяла на пробу, потому что я два взяла. Этот сильный, ну, не сильный обжарки был, он более темный, в общем, был, когда я уже открыла кофе. Я люблю арабику, там, мягкой обжарки, в общем, светленький кофе должен быть мягкий. Вот. И заказала вот этот Today. Когда я их высыпала, я увидела, что Today очень темный. Думала, он мне не понравится, но, на самом деле, я его первым выпила, весь уже выпила. Поэтому я увидела, что он продается, там тоже со скидкой, и я решила его заказать. Вот этот blend номер 8 Today. В общем, вкусный, мне нравится, для лата отлично. Повторные покупки делаем. Так, что у нас тут еще? Еще у нас здесь. Это я тоже хотела. Это детокс-маска для лица, разогревающая. Вот. Это я тоже на нее буду делать. Отдельный обзор на втором канале. Мне стало интересно именно разогревающая детокс-маска для лица. С белой глиной и древесным углем. То есть Black Head Hot. Step 1. А что, там еще Step 2 было? Так, подождите. Очищает поры, выводит токсины, выравнивает тон кожи. Почему написано Step 1? Там что еще? Step 2 было? Я не видела Step 2. Что за фигня? Запечатано все прекрасно. В общем, будем делать обзор. Я люблю то, что разогревается, потому что, когда разогревается кожа, поры открываются. Это явно я как бы знаю, чувствую, да? И мне кажется, что полезные компоненты больше попадают, проникают внутрь. Так, ну еще, что я заказала, это влажные салфетки для удаления макияжа. Однажды на одном сайте корейском я заказала себе влажные салфетки. Я просто была ими очарована. И до сих пор ищу салфетки, и не нашла ничего похожего. И все, никак не дойдут руки до того сайта, чтобы купить. Там они стоили 450 рублей салфетки. Здесь я купила две, ну, чтобы их сравнить. Могу сейчас с вами открыть, и хотя, я уже даже с первого взгляда увижу, потому что те салфетки, они были на масляной основе, они смывали любой водостойкий макияж, любую тушь. Они очень увлажняли кожу, и поэтому я такие снова и ищу. То есть, после них не нужно было наносить крем вообще на лицо. Кожа шикарная была. Так, здесь вот я открыла, вот так вот. Еще раз открываем вот здесь. Достаем салфетку. Так, ну, я сразу вижу, что она уже не на масляной основе. Мягенькая. Даже спиртиком немного пахнет. Но, во всяком случае, она хотя бы хорошо пропитана. Она мягкая. Я прям вот вижу, что она может очень хорошо смывать. То есть, не сухая, как обычно бывают сухие салфетки. Но насчет водостойкого макияжа не знаю, и после нее нужно будет кремом смазать лицо. В общем, салфетка просто хорошо пропитана. Производство Япония. Япония, девочки. Салфетки влажные для снятия макияжа с гиалуроновой кислотой. Вот то радует, увлажнять будет. Так, и вот такие вот еще салфетки. Это влажные диски для снятия макияжа. Диски тоже удобно бывают. Ну, посмотрим, насколько они пропитаны. Тут с морскими минералами. Быстро, бережно очищает кожу лица и век от загрязнения. Мицеллярным лосьоном пропитана. Состав 60% хлопок. 20 микрофибра, 20 полиэстер. Давайте посмотрим. Оршин любопытный. Все запечатано. Так, а если я вот это открою, будет потом оно у меня засыхать? Да? Или нет? В общем, вот диски. Спиртом не пахнет. Вот такие вот диски. Ну, в принципе, достаточно нормально пропитаны. Я, конечно, свои пропитываю еще сильнее. Ну и после них тоже понадобится крем. В общем, можно использовать. Нормально я буду использовать. Но, к сожалению, тех самых я не нашла. И мне, кстати, интересно. Вот так вот оно, если будет держаться, оно закручивается здесь. Чтобы не попадало туда кислорода. Кислорода, чтобы туда не попадало, и они быстро не засохли. Так, все, мои хорошие. А в четвертой посылке у меня было где-то 5 сиропов и еще одно кофе. Я, по-моему, заказала там. Да, но, к сожалению, я от нее полностью отказалась. Вот жду, жду. Она должна была уже вернуться туда, к ним. И деньги скоро должны мне прийти. Еще не пришли. Та-дам! Привет еще раз. Неожиданная вставочка. Что-то хотела сказать. У меня еще пришла посылочка Озон. Еще одна. Это я сейчас вставочку снимаю спустя несколько дней. Я заказ сделала еще один с моими сиропами. Так что вот такая тяжелая. Я уже заказала ее в пункт выдачи. Специальный Озон. То есть, не почта. И все пришло целое. Но я еще не раскрывала и не смотрела. То есть, я открыла там на пункте выдачи. Смотрю, все целое. Три сиропа. Хочу скорее их попробовать, понюхать. Мне показались они какие-то огромные. И хотела сделать еще отзывы. Так как я уже юзаю эти науки. Хотела сделать свой окончательный отзыв. Когда я с любимым... У меня вообще любимый, он очень сильно придирается к звуку, чистоте. Даже когда он записывает песни. То есть, у него повышенная чувствительность. И для него, если ему говорят, какой звук, то для него чаще всего он просто плохой. Особенно, что касается связи, телефонов и так далее. Даже с обычным телефоном, когда я с ним общаюсь, он мне всегда говорит, связь плохая, связь плохая. Всегда у нас связь плохая. Невозможно. И он все время даже приложения какие-то лучше ищет, чтобы было чище качество и видео, и звука. Вот. Что касается наушников, я первым с ним протестила эти наушники. Он мне сказал, что все, плохое звучание. И я расстроилась. А на самом деле, я-то брала наушники, чтобы общаться со своей подругой. Потому что мы можем с ней часами общаться. И хорошо бы параллельно делать что-то. Еду за рулем. Допустим, любимый звонит мне. За рулем часто я еду. А с подружкой, она бывает, утром позвонит. И мы можем час-два общаться по телефону. И удобно. У нее есть ухо. Она общается по уху. Ей классно. Что-то там делать, убирать, мыть. Или дела свои какие-то. И параллельно общаться. Я эти наушники брала именно для этой цели. И когда я позвонила ей, не предупреждая вообще, что наушники. Я говорю, как тебе связь? Как ты меня слышишь? Она все хорошо слышно. Я говорю, представляешь, я наушники сейчас тестирую. Я говорю, вот в наушниках вот такая вот связь. Все хорошо. Она такая, я тебя слышу прекрасно. Все замечательно. Позвонила маме. Тоже говорю, как, что. Она такая там, не знаю. В общем, что-то придираться начала. Потом звоню еще по моему брату. Еще кому-то позвонила. И мне сказали, что хорошая связь, все хорошо. В общем, я поняла, что это очень все индивидуально. Если человеку важен звук. И сказать ему, что ты что-то тестируешь, как тебе звук. То скорее всего начнут придираться к тому, что что-то не так. Но потом я уже начала с ними ездить за рулем. То есть я засовываю вот так прям в себе ушко. В ушко. И все. И езжу. Мне кто-то звонит. Я нажимаю вот так вот, отвечаю на звонок. И все меня прекрасно слышат. И из городских номеров звонили. И из мобильных. В общем, я безумно довольна этими наушниками. Все прекрасно. А еще я... У меня очень часто вечером разряжается телефон. Я его ставлю на зарядку. У меня зарядки по близости... Ну, может быть, есть возле кровати. Но как бы я возле кровати не заряжаю. Потому что, чтобы не отвлекали, не будили меня. Я, в общем, на кухне кладу на зарядку телефон. И все. А у меня на телефоне есть закачанные всякие аудио лекции. Которые мне интересны. Что-то послушать. Может быть, аудиокниги. Ну, у меня лекции в основном. И мне очень классно прям перед сном, пока укладываю малого. Малого я могу укладывать и час, и полтора. Он может вертеться. Смотря на сколько он устал. И это очень удобно, когда я себе просто в ухо засовываю наушник. Включаю свою любимую лекцию. И слушаю ее на расстоянии от своего телефона. Это вообще очень мега круто и удобно. Еще, когда я смотрю приложение фильмы. Тоже мне очень удобно. Единственный момент здесь, что я еще не разобралась со звуком. Мне как-то тиховато. Мне хочется сделать громче. Но у меня уже громкость на всю. Вот. И иногда нормально, иногда тихо. Единственный вот этот момент. Короче, я довольна этими наушниками. Безумно, что они у меня появились. Так, давайте откроем теперь наши сиропы. Я их прям не сладо, так аккуратно, чтобы ничего с ними не случилось. Пришли запакованные в коробки. Вот так вот еще запакованы. Слушайте, это они больше. Конечно, они больше. Здесь 1 литр, а у меня там, по-моему, 0,7. Сейчас сравним. Офигеть, мамочки, сколько буду пить. Короче, я взяла фисташку. Фисташки, привет. Да, фисташку я взяла, потому что я люблю фисташки. И вообще, они полезные. И в них находится, в них что-то находится, что мне нужно. Моему организму. Калий, калий. Вот. В фисташках находится калий. А я когда сдавала кровь, анализы, у меня чуть-чуть ниже нормы был калий. И поэтому я фисташки себе покупала. Короче, вот фисташка типа. Ну, понятно, что здесь калия, я не знаю. Один запах от калия, наверное. Но к тому, что я фисташки люблю и рада, что в них калий. Дальше взяла вот такое вот имбирное печенье. Какие они огромные, реально. И что это у меня? Амарето. Здоровый такой. Девочки, по 220 рублей. Даже по 220 рублей плюс со скидкой вообще по 100 с чем-то мне получилось. А такая вот огромная. Так, сейчас мы будем все это нюхать. Ну, понятно, я не посмотрела на литраж. Вот тут у меня 0,7. А здесь, чтобы вы понимали, литр. Ну, да, вот оно. Насколько больше. Ну, ладно. Понюхаем запах. По запаху, в принципе, все можно понять. Класс. Мне нравится что-то между миндалем и орехом лесным. Бывает, знаете, я вот в основном пью миндаль. Он у меня уже почти заканчивается. Потому что он реально мягкий, аромат классный. Вот этот орех лесной, он такой очень насыщенный аромат имеет. И не всегда хочется с утра, на самом деле, сильно насыщенное что-то, да. А фисташечка, она прям между. Прям вообще класс. Имбирный пряник. Ну, я на самом деле пробовала. Когда я заказываю где-то кофе, я уже все поперепробовала, мне кажется. Я просто знала уже, что беру. Так, имбирный пряник должен тоже быть классным. Мягенький такой, сладенький. Ой, имбирный пряник вообще Новый год прям мне напоминает. Я, по-моему, буду к Новому году пить все это. Так, и амаретто. А амаретто я, по-моему, заказывала... Или там миндаль был. В Ашане что-то маленькое такое брала. Ну да, да, по-моему, амаретто было. Ну, тоже классно. Но чем-то похоже на миндаль. Но более какой-то яркий, что ли. А ну-ка, сейчас пойду миндаль возьму. Блин, девчонки, сто пудов. Сто пудово. Еще один и тот же запах. Е-мое. Один и тот же запах. Ну, хорошо. У меня потому что миндаля уже совсем чуть-чуть осталось. Все гости у меня пьют миндаль. И у меня теперь есть новый миндаль. Но они разного цвета. Так, все. Я довольна своими покупочками. Реально. Меня так пугали. Просто до сих пор вспоминаю, что мне так говорили. Так дорого все стоит. Единственные дорогие сиропы, которые мне там... Да, это вот 1,983, по-моему, называются. Вот они там даже на Азоне по 700 с чем-то рублей. Да, там 600 с чем-то, 700 с чем-то, 800 с чем-то. Ну, разные вкусы по-разному. Кстати, новинки завезли. Там уже орех макадамии появился и так далее. Ну, как бы за эту цену, что я там один сироп беру, только если какой-то исключительный вкус. Опять же, вот этот орех макадамии, еще что-то у них там есть. Вот эксклюзивчики такие можно взять, да. А вот обычные такие, я не знаю. Мне кажется, нет разницы, какие ты берешь. Но это, кстати, новая, да, фирма. У меня-то вот такая фирма была. Вот. Ну, сравню. Но мне, честно, кажется, что я разницы особо не почувствую. Поэтому зачем переплачивать? Я, получается, вот эти купила дороже, чем вот эти литровые. Вот. Так что на Азоне вам рекомендую покупать сиропи. Сиропи – это очень веганно. Так. И что еще? Да, еще на днях придет посылочка. Скорее всего, завтра я заказала книгу. И я вам ее покажу. Поэтому пока не прощаюсь. Ну что, вот еще одна, как мне посылка пришла. Это долгожданная книжка. Сейчас я ее распакую и посмотрим, что за книжечка там. Открываем. Как она запечатана. Блин, она в мягкой упаковке. Вот это не очень хорошо. Вот она книжка. Кто знает, кто читал? Одна привычка в неделю. Измени себя за год. Мне понравилось очень название. Мне понравилось, что одна привычка в неделю. Очень практичная книжечка. Единственное, что здесь мягкий переплет. Вот это вот не очень мне нравится. Я люблю твердый переплет на книжках. Ну, вроде бы такая качественная. В основном все написано. Никаких картинок тебе. Я люблю книжку с картинками. Но главное, что здесь белые хорошие листы. Нормальный шрифт. В общем, вот такая книжка. Что у нас тут с обратной стороны написано? Хотите изменить свою жизнь? Я как раз-таки работаю над собой. Реже нервничать. Лучше справляться со стрессами. Легче запоминать информацию. При необходимости собираться и сосредотачиваться на главном. Это то, что мне нужно. Стать более работоспособными. Я думаю, что совершенству нет предела. И более уверенными в себе. Я думаю, что у нас у всех не хватает уверенности. Позитивно смотреть на жизнь. Чувствовать себя более счастливой. Ну, я и так как бы делаю. Но опять же, совершенству нет предела. Тогда не стоит дожидаться подходящего понедельника. Или бросаться в бой под знаменем «все или ничего». Впрочем, для подавляющего большинства людей такая тактика не работает. Как гарантированно добиться желанных изменений, любая значительная перемена подразумевает ряд последовательных небольших изменений. Маленькие перемены подстегивают желание двигаться дальше по пути к успеху. Утверждает эксперимент по здоровому образу жизни. Брэд Блюменталь. И предлагает вам воспользоваться своей программой маленьких перемен. Идея проста. Каждую неделю в течение года вам нужно будет вносить одно маленькое позитивное изменение в свой образ жизни. У вас будет целый год на то, чтобы постепенно желанные перемены вписались в ваш образ жизни и стали вашими привычками. Сохранить мотивацию и не сбиться с пути вам помогут практические инструменты, рабочие таблицы и другие материалы. Мне кажется, что это очень-очень полезная книга будет. Оценка вашей способности высказать свои мысли. Тут даже еще оценка открытий ума, шум окружающий вас в течение дня. В общем, вот такая книга, она по скидке стоила 700 с лишним рублей. Мне кажется, она очень крутая. В своем инстаграме я, когда ее прочитаю, когда я начну ее применять, я буду нет-нет о ней говорить, какие-то отзывы. Поэтому обязательно заходите ко мне в инстаграм, подписывайтесь. Все, мои хорошие, это были все покупочки с Озон. Я поделилась. Ссылочки все на товары я оставлю под видео. В принципе, мне понравилась доставка очень быстрая, выбор огромный, цены хорошие. Понравилась вам распаковочка, хотите еще какие-то распаковочки? Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой второй канал, будут обзорчики. И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok